Приветствую вас, и я прочитал ваш вопрос, читал вашу историю. Что можно сказать? Ну, во-первых, всю проблему нужно разделить на несколько частей. Первая часть – это, безусловно, отношения с родителями и проработка детско-родительских отношений. То есть изменение отношений к родителям и к тем ситуациям, которые генерировали ваши родители. Ага, тут необходимо понимать, что поведение ваших родителей при наличии любви к вам можно назвать проекцией. То есть они проектировали на вас свои проблемы. То есть смотрите, ваша мама доводила папу до плохого настроения. И он, ваш отец, шел к вам. Соответственно, проблемы, которые были у них, родители перекладывали на вас. И вы для них были средством, по сути дела, реализации своих проблем. То есть не было у них цели, не было у них изначальной потребности и изначального желания в том, чтобы именно вас унизить, именно вас задеть, именно вас довести до какого-то плохого состояния и, собственно, до слез. Понимаете, вот это первая важная, наверное, мысль будет. То, что родители у вас, и надо сказать, что не только родители, надо сказать, что все люди, если они ругаются, если они унижаются, если они пытаются как-то самоутвердиться, да, вашего, да, если они агрессивно себя ведут. Все эти люди, как правило, против вас и на вас свою энергию напрямую не направляют. Я поясню позже немного, почему. Связано это с тем, что у человека, ну, в данном случае у вашей мамы, у вашего папы, есть определенный дефицит. Дефицит потребностей, дефицит желаний, дефицит, там, может быть, счастливых моментов и так далее. И этот дефицит порождает противоречия. То есть, когда у человека, скажем, потребностей слишком много, а средств для удовлетворения этих потребностей, например, слишком мало, то возникает противоречие. Это противоречие связано с тем, как раз, что человек не может, не способен удовлетворить свои желания. И возникает, как раз-таки, внутренняя борьба. Борьба желаний и борьба влечений с невозможностью их удовлетворения. И, соответственно, если мы об этом говорим, то эта борьба всегда очень тяжело дается людям. Очень тяжело дается человеку. И требуются достаточно большие усилия для того, чтобы с ними справиться. Требуются большие усилия для того, чтобы как-то спастись от противоречия. Но проблема в том, что противоречия эти не всегда всеми осознаются. Вот вашими родителями в силу, может быть, их, ну, в силу их воспитания, в силу их личности, в силу их опыта, в силу их психики, в силу их темперамента и так далее. У ваших родителей это сделать не получилось. То есть они не смогли, они не смогли осознать противоречия и осознав противоречия, его разрешить. И поэтому, именно поэтому, потому что вот так происходило, родители проецировали свои противоречия на вас, к сожалению. И это же относится не только к вашим родителям, но и ко всем людям. Понимаете? Ко всем людям относится то, что я сейчас сказал. То есть, условно говоря, любой человек, о котором вы писали, да, вот что там конфликты и все, любой человек, если он ведет себя агрессивно и проявляет свою агрессию, да, то есть если он как-то вот выражает негатив достаточно резко, то это человек, у которого есть свой определенный дефицит. И человек не может осознать этот дефицит, не может разрешить свое внутреннее противоречие и из-за этого у него появляется агрессия. Понимаете, то, что вы боитесь конфликтов, то, что вы боитесь их, связано с мистификацией этих самых конфликтов. То есть, у вас мистическое представление о том, откуда люди берут конфликты, почему люди конфликтуют. Мистическое представление, соответственно, если вы сделаете его рациональным, если вы рационализируете его, вытащите из области мистических представлений и поместите в область реальность страха, просто-напросто не будет. Потому что вы будете понимать, откуда происходит, откуда появляются те или иные вещи. Ну, вы понимаете, что страх по своей природе всегда иррациональный. Если вы чего-то боитесь, то вы боитесь, потому что не понимаете, не отдаете отсчетов в том, что происходит, как происходит и почему. И, соответственно, разбор этого поможет вам от страха избавляться. Другое дело, что подобная мысль, подобный принцип, он требует работы. То есть, подобный принцип, он требует того, чтобы вы с ним работали. Работали. Работали достаточно превентивно. Ну, например, то есть, конкретно, прошу прощения. Вот, например, когда родители спрашивают, как она могла так поступить, сколько можно, у тебя же не отговорки, когда это кончится, вот вы пишете, да? Вот. Что это значит? Ну, это определенно вопрос человека не самого счастливого. Я надеюсь, что вы с этим со мной согласитесь. То есть, ни ваша мама, ни ваш папа не были счастливыми людьми. И отсюда у них такая реакция. Отсюда у них такое поведение по отношению к вам. То есть, что кроется за этими словами? Вот просто пытайтесь ответить себе на вопрос. Как раз, когда вы боитесь конфликта, вы там дальше пишете о том, что вы испытываете страх. Как раз, когда там кто-то повышает голос, там, когда, ну, возникает какая-то конфликтная ситуация. Вы спросите себя, что стоит за ней, за конфликтной ситуацией? Что стоит за аппредизированным поведением человека? Что кроется за ним? Что скрывается за этим поведением? Что скрывается за подобной реакцией? И вы придете к выводу, что за подобной реакцией всегда скрывается личный дефицит. А если скрывается личный дефицит, то тогда вся энергия человека, тогда вся, вот этот вот, весь поток негатива человека, да, к вам отношения никакого не имеет, лично, лично к вам. Потому что если человек хочет высказать вам какую-то мысль о том, что вот, ну, вы, например, что-то не так сделали, да, по его мнению, то есть вот, например, как вы говорите, да, там, помыли посуду, вот, не в то время, или уроки все сели поздно делать, вот. То человек, у которого все в порядке, я имею в виду, нет дефицита, человек, который не страдает дефицитом, такой человек, он придет к вам и спокойно скажет, ну, там, дочь, ты уроки-то успеешь сделать, ты просто как-то поздно очень начала их делать, ты успеешь? То есть, понимаете, критически, критически направленный человек, который хочет именно подкорректировать, да, ваше деятельство, никогда не будет вести себя так. Критически ориентированный человек всегда выберет мягкую форму донесения своей мысли до вас. Потому что такой человек, вот такой человек, который, ну, условно говоря, заботится о вас, который направлен на вас, он понимает хорошо, что нужно дать вам определенную свободу, потому что он, ну, нацелен на вас. И если этот человек дает вам определенную свободу, то он выстраивает свою линию критики совсем по-другому. Это то, что отличает человека с дефицитом от человека, который без дефицита. Надеюсь, эту мысль вы постараетесь понять, она очень важна. Далее, почему вы так боитесь того, что, ну, боитесь конфликтов, да, почему вы боитесь конфликтов? Конфликтов вы боитесь потому, что конфликт сам по себе возвращает вас вот в то время, когда вы были с родителями, да, и конфликт возвращает вас в то состояние, по сути, когда вы чувствовали полное бессилие, когда вы чувствовали себя беспомощным. И пугает вас больше всего не сам конфликт, а пугает вас больше всего именно беспомощность, то есть невозможность что-либо изменить, ощущение полного подчинения кому-то, ну, в данном случае тем людям, да, в данном случае родителям. И вот это ощущение беспомощности, ощущение подчиненности, полной подчиненности другим людям и мешает вам спокойно воспринимать конфликтные ситуации. И если мы говорим о страхе полной подчиненности, о страхе беспомощности, то нам поможет не только это вот знание, которое я вам уже дал. Вам поможут еще и другие вещи, о которых я тоже скажу. Значит, во-первых, во-первых, прежде чем дать вам определенные техники и определенные упражнения, я хотел бы сказать, что вообще-то говоря, то, к чему вы стремитесь, вот, в своей сути, да, вы стремитесь к бесконфликтным отношениям, да, вы стремитесь к тому, чтобы не было противоречий. Надо сказать, что, к сожалению, подобное стремление можно описать как стремление к ну, к стигнации, к застою. я поясню, почему так. Дело в том, что конфликт это то, что движет человек. И вы сами, так, кто вы есть сейчас, вы сами стали такой именно по причине наличия у вас конфликта. конфликта с родителями, конфликта, может быть, с собой, то есть, речь идет как раз о том, что вам, например, не нравилось то, как вот вы, допустим, живете, вам не устрашивало вас то, как вот у вас все происходит, да, и вы хотели, вот вы переехали от родителей сразу после 18 лет, то есть, вот этот конфликт, он и по сути дела помогал вам двигаться дальше, помогал вам двигаться вперед. Поэтому, когда вы говорите, что вы стремитесь к бесконфликтным отношениям, когда вы говорите, что я хочу защититься от конфликта, вы тем самым как бы говорите, что я хочу перестать развиваться, я хочу остановиться и по сути, что происходит с человеком, который остановился, ну, я надеюсь, вы поймете для себя этот вопрос самостоятельно, то есть, я бы не хотел здесь, здесь и сейчас об этом говорить, вот. то есть, необходимо относиться к конфликту правильно, конфликта то, что помогает нам двигаться дальше, двигаться вперед, и бояться конфликта не нужно, потому что конфликт, будучи естественным проявлением человеческих отношений, будучи нормальной характеристикой этих отношений, сам по себе угрозы не представляют. Но, прочее, угрозы представляют та ситуация, когда, ну, когда, знаете, конфликтов нет, тогда это действительно представляет угрозу, потому что человек, условно говоря, ослабляется и перестает отстаивать свои интересы. И вот к интересам-то как раз мы с вами так плавно и переходим. Дело в том, что у страшных конфликтов есть множество причин. И эти причины раскрываются через, ну, знаете, последовательную проработку этих самых причин. То есть, конечно, я мог бы сразу вам сказать сейчас какие это причины. Но, наверное, вот так вот сразу говорить о причинах я не хотел. А что я скажу? Я скажу следующее, что в конфликте человек всегда отстаивает свою индивидуальность, свою позицию и свой выбор. Надеюсь, вы вот этот момент как бы не будете оспасывать. Человек в конфликте всегда отстаивает и защищает свой выбор. если это так, как мы сказали, то необходимо тогда задать вопрос а в каких ситуациях человеку боится конфликта? В каких ситуациях человек боится конфликта именно в контексте своих интересов и своего выбора? Когда человек в своем выборе не уверен. То есть когда человек в своем выборе сомневается, естественно возникает их страх конфликта. Если человек сомневается в том, что его выбор правильный, если человек не знает насколько его выбор правильный, то вот отсюда и появляется нежелание конфликтовать, потому что конфликт по мнению человека вполне может вскрыть его какие-то слабости и это приведет довольно печальным последствиям. Да? Вот. Соответственно нужно тогда определить. А что какой же вы сделали выбор? Как бы что вы отстаиваете? вот конкретно для себя? Что вы отстаиваете? Какие моменты вы отстаиваете? Да? Что какие ценности вы защищаете? Вот с этим вам нужно определиться. Определиться, потому что ценности ваши взгляды, ваш выбор, ваши индивидуальные в конце концов, ваши ценности всегда будут оспариваться другими людьми. И чтобы не бояться конфликта, нужно для начала для себя определить, что это за ценности, так ли они вам важны, и если они вам действительно важны, то почему вы боитесь их отстаивать? Понимаете? Вот это очень важный момент. Человек, который знает, за что он сражается, знает, за что он борется, знает, что ему важно, и так далее, никогда не будет бояться конфликтов, потому что он знает, что он прав, прав для себя, при этом он позволяет быть другому человеку, правым точно для себя. Это тоже вам нужно подумать. Следующее, как я уже сказал, конфликт всегда приводит к тому, что человек чувствует, ну, вот знаете как, конфликт всегда приводит к тому, что человек, по сути дела, чувствует. Вот я, например, проиграл спор, или я там потерпел, грубо говоря, поражение, да, и я как бы, ну, принесил себя, да. Вот у меня, например, была точка зрения какая-то. Я эту точку зрения защищал, 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 ага, мне взяли и ее по сути дела там обесценили, да, для меня. И я теперь уже не уверен в этой точке зрения. Я думаю, а так ли я был прав в этой точке зрения, в этом безденье? Не ошибался ли я? и здесь уже в контексте страха конфликта мы говорим о уверенности в себе или о неуверенности в себе. Соответственно, вам в этой ситуации нужно, чтобы у вас было как можно четкое понимание того, в чем вы уверены в себе, а в чем нет, в чем сомневаются. И для этого, для того, чтобы понять, в чем вы уверены в себе, а в чем нет, нужна определенная работа. И здесь я хочу вам дать первое упражнение. Первое упражнение, касающееся того, чтобы поработать с уверенностью в себе и с неуверенностью также в себе, выглядит так. Вы на одном листке бумаги пишете свои достоинства, свои сильные стороны, вы пишете свои плюсы, то, чем можно гордиться, по вашему мнению, вас. А на другой стороне вы пишете то, что вы считаете своими недостатками. На другой стороне вы пишете то, что вы считаете своими минусами. И минусов всегда будет больше. Минусов будет больше, чем плюсов, потому что минусы вот составляющая минусов, она составляющая минусов имеет несколько источников в отличие от плюсов. То с плюсами в принципе все понятно. Да, это достоинство, это то, что вам помогает жить и собственно тут о чем еще говорить. А недостатки в отличие от как раз таки плюсов гораздо сложнее. Недостатков всегда больше. Они ярче, на них как-то более явно что ли обращаешь всегда внимание. Я надеюсь вы в этот момент понимаете. То есть недостатки всегда они всегда более ярко выразены. И поэтому кажется, что их больше. Но ярко выразены недостатки связаны с несколькими элементами. Первое это непринятие их. То есть чем сильнее вы пытаетесь не принять свои недостатки, не принимать их, открывать на них глаза, тем собственно говоря более яркими они выглядят для вас. Эти самые недостатки. То есть если если вы принимаете свои недостатки, если вы как-то действуете так, что недостатки свои вы принимаете до конца, то они не являются как-то таковыми для вас. Потому что во-первых вы осознаете, что какие-то недостатки это часть вас, это неотъемлемая часть вас, это нужная часть вас, без которой вы не были бы с собой и это понимание очень важно для вас. И с другой стороны вы понимаете, что некоторые недостатки вы можете купировать. То есть сделать все для того, чтобы они как можно меньше влияли на вашу жизнь. И тогда мы с вами подходим к тому, чтобы разбить список недостатков ваших на плюсы плюсы минусы. То есть смотрите, мы уже недостатки теперь разбиваем на плюсы и минусы. Как? Первый тип недостатков это те недостатки, которые являются ситуационными. Что это значит? ситуационный недостаток? Ситуационный недостаток это такой недостаток, который условно говоря в зависимости от ситуации может быть как плюсом, так и минусом. Например, мой самый любимый пример это моя болтливость. Когда я говорю, я много говорю, вы надеюсь это уже поняли, в принципе это качество которое является на первый взгляд плюсом. Потому что мне оно помогает, да, как бы я работаю так. Но иногда бывает, что это же качество не вредит. Потому что например из-за него я не даю кому-то что-то сказать. Из-за него я могу подавлять человека. Сам того не желаю конечно. и вот этот момент момент когда казалось бы достоинство превращается в недостаток он очень важен. Переживаю ли я по поводу того, что иногда наношу вред например себе и людям вот этой своей болтливости? Да, конечно переживаю. Считаю ли я что моя болтливость несет вред мне? Ну отчасти. Хочу ли я избавиться от своей болтливости? Нет, не хочу, потому что я понимаю, что это по большому счету все же достоинство. И вот именно так вам нужно двигаться в контексте оценки своих достоинств недостатков. Недостатками являются только те качества, которые всегда представляют для вас определенный вред. Всегда несут только лишний гостиц и никогда никогда не несут ничего позитивного. Это в таком случае является недостатками. И вы увидите как количество недостатков сразу резко снизится. И те недостатки, которые являются ситуационными мы с вами об этом уже поговорили необходимо принять как часть своей индивидуальности и принять как часть своей уникальности как часть вас. Если вы не можете это сделать, то соответственно возникает вопрос почему? Почему вы не можете принять себе допустим то или иное качество? Что вам мешает это сделать? Какой стоит барьер на пути к помощи чтобы принять то или иное качество? С этим работа требуется отдельно. А что делать с теми недостатками которые все-таки оказались именно таковыми в узком смысле слова? а их нужно просто купировать их нужно просто купировать то есть что значит купировать купировать это значит действовать так чтобы они как можно меньше влияли на вашу жизнь контролировать свое поведение тренировать внимание как бы следить за тем, как проявляется тот или иной недостаток, и стараться действовать так, чтобы этот недостаток вам, как входит, меньше приносил вреда. И вот именно такой подход к пониманию уверенности и неуверенности в себе позволит вам принимать себя, позволит вам меньше чего-то бояться, и позволит вам лучше осознавать, кто же вы. Далее. Далее мне хотелось бы сказать следующее. Видите ли, предположим, что вы считаете, что у вас чего-то недостаточно. То есть, например, вы недостаточно жестки, вы недостаточно упрямы. Вы недостаточно там целеустремленные и так далее. То есть, есть у вас какие-то качества, которые вы бы хотели себе развить. И тем самым повысить уверенность в себе. Это ведь тоже очень важно, да? Что нужно для этого? Для этого необходима постановка задач. Определенная постановка задач. Чтобы повысить те или иные своих астеристов, и чтобы развить те или иные черты, необходимо выполнить задачу. Например, вы хотите быть более упрямым. Вы не можете быть более упрямым в тех каких-то серьезных вещах сразу. Потому что там включится ассоциативная память, и вы по привычке будете действовать так, как вы действуете и действуете всегда. Соответственно, нужно ставить себе простые, выполнимые задачи и постепенно формировать те черты, которых вам, по вашему мнению, не хватает. То есть работа в неверности в себе достаточно разноплановая и достаточно серьезная. Ее стоит выполнять под контролем, собственно говоря, психолога. Сталя, вы можете бояться конфликта еще и потому, что вас задевает что-то. Просто-напросто задевает. Вот, например, задевает то, что вы можете оказаться беспомощным. Ну, и, соответственно, что значит беспомощность? Беспомощность – это отсутствие контроля. Контроль – это отсутствие ответственности. Ответственность за свой взгляд. Ответственность за свое мнение. Ответственность за свое решение и за свой выбор. И давайте подумаем, почему вы боитесь ответственности, а главное, что произойдет, если вы все-таки решите взять на себя эту самую ответственность. Понимаете? И если вы боитесь ответственности за свой выбор, то я вам предлагаю несколько средств, несколько техник, которые помогут вам не побороть страх, а именно, знаете как, научиться с ним жить. Я бы так сказал. Первое. Это синектика. Синектический метод связан с тем, что вы представляете себя в ситуации, которой боитесь. Ну, допустим, вы боитесь, скажем, конфликтов. Представьте себе, что вы уже в конфликте. Представьте себе, пока вы еще не в конфликте, представьте себе, что вы в нем. Представьте себе, что вы потеряли контроль. Все тут. Ага. Подумайте, как вы будете вести себя в подобной ситуации. Подумайте, как бы вы, какого бы поведения вы придерживались для себя в этой ситуации. В ситуации, когда вы оказались в нежелательных для себя условиях. Продумайте план, воссоздайте его и досконально изучите хотя бы в своем воображении. Это первое, что рекомендуется вам сделать. Следующий важный момент, который также касается синектики. Следующий важный момент, заключается в том, что вы спрашиваете себя, ну хорошо, я боюсь беспомощности. Так ли мне страшна эта самая беспомощность? То есть, так ли она для меня опасна? Ну вот, в детстве, например, когда на меня кричали, когда я видел, что не могу переубедить человека, да, не могу переубедить своих родителей, я здесь действительно была беспомощная, действительно это на меня влияло. А сейчас что? Что сейчас будет? Ну вот стану я беспомощным, да, а будет, допустим, человек меня подавлять. Ну и что? Он высказит свое мнение, он высказит свою точку зрения. А дальше-то что? Он ведь не смотрит, у него нет средств меня подавлять, у него нет средств меня унижать, как это было у родителей. То есть, вот такая вот рационализация. Далее. А что по сути является беспомощностью именно для вас? Зададим такой вопрос. И насколько часто вы оказываетесь в действительном такой ситуации, когда вы реально по-настоящему беспомощны, беспомощны сейчас во взрослой жизни и отсюда вытекает еще один важный элемент. Это элемент, связанный вот с чем? Если вы боитесь беспомощности, то нужно спросить себя, а произошло ли то, чего я боюсь? Случилось ли то, чего я боюсь? Беспомощна ли я в данный момент или нет? И если нет, то чего же я тогда боюсь? Постоянно старайтесь как можно чаще задавать себе этот вопрос. И чем чаще вы будете его задавать, тем больше вы будете приходить к выводу, что страшных ситуаций и сам страшный момент, которого вы опасаетесь, которого вы боитесь, в действительности не такой уж страшный, каким он представляется на самом деле. по поводу безопасности и по поводу некой скорлупы, я бы сказал так, вам вот психологи, ну, мои коллеги говорили, что к безопасности стремиться не стоит. Вы знаете, к защите действительно стремиться не стоит, потому что абсолютная безопасность одного человека это отсутствие безопасности для другого человека. И не нужно пытаться обезопасить себя, но необходимо отделить то, что касается вас и почему и то, что не касается вас. И если что-то вас не касается, то это просто не нужно обращать внимания. Ну, согласитесь, если вы идете по улице, например, а около вас недалеко сорваются люди. Да, мы написали в своем сообщении о том, что это выставляет вас нервничать. Я помню. Но с помощью средств, которые Иоланда вы научитесь это состояние исключат. Со временем, используя эти средства, вы сможете уже наобновать, не осознавая, отгораживать, рационализировать то, что с вами происходит. Но давайте подумаем все-таки не о ассоциативной стороне, а о семантической стороне. То есть смысл. вот вы слышите, когда человек ругается, да, обвиняется друг друга в чем-то. Скорее всего, лично вас это не задевает. Правильно ведь? Потому что, ну, в людей свои проблемы, вас своих проблем. но если вы чувствуете, что вас задевает, если вы чувствуете, что вроде бы ситуация вас не качается, но все равно вы чувствуете, что вас как-то это задевает, внутри что-то меняется, значит что-то все-таки вас задевает, значит в чем-то вы не уверены, значит что-то вы проецируете на себя. И вопрос заключается в том, что именно вы проецируете на себя и почему. Это очень важно понять для вас. Далее. Вы пишите, что у вас главная проблема – это боясь быть отвергнутой. То есть, смотрите, боясь быть отвергнутой, боясь остаться одной. И вы хотите принять себя. Понимаете, в чем дело, аноним? Если вы боитесь быть отвергнутой, то вы боитесь быть отвергнутой. А если вы боитесь быть отвергнутой, то, собственно, отвергнутой такого в том, чтобы быть отвергнутой. Просто подумайте про себя. Все отвергнутой. Примените тот же набор средств, которые я вам дал, и к этому страху тоже. Боитесь вы быть отвергнутой? Хорошо. Что для вас значит отвергнутой? Просто вы чем-то плохая, да, наверное? А почему вы не спускаете, что человек может вас отвергнуть просто так? По своему желанию? По своей инициативе? По своим взглядам? А не потому, что вы плохая. Почему обязательно вы проецируете отвержение вас на себя? Это вопрос не вернуться в себе, об этом мы уже говорили. Теперь дальше. А вас все-таки отвергнут? Ну и что дальше? Одиноко? Одной? Одна вы не останетесь? Нам это люди будут всегда запросить. В уединении, в одиночестве, нужно уметь находиться, нужно уметь быть. Если вы не умеете быть в одиночестве, то это проблема, и с этим нужно работать, нужно отдельно учиться уединению. И для начала необходимо это контролировать. То есть не бояться своих мыслей. Когда вы с кем-то целенаправленно давали себе установку на 20-30 минут, оставаться за одной, при этом пока все знают, что рядом кто-то есть. То есть вы в любой момент можете выйти и оказаться в обществе людей. Подумать, чем вы можете заниматься в уединении. Потому что, понимаете как? Ваши родители, очень может быть, воспитали в вас стремление, подспудное стремление. Постоянно кем-то быть для них. Постоянно играть свою роль. И не играть свою роль, быть самой собой, вы просто не умеете. Вы страшитесь своих мыслей, вам кажется, что они не верны. Вот это является неправильным. И поэтому уединение поможет вам постепенно привыкать к своим мыслям. Постепенно быть собой. Чтобы принять себя, нужно быть самой собой. А чтобы быть самой собой, нужно быть уединением. Потому что вы ни с кем, ни с одним человеком не сможете быть на 100% самой собой. Отдельно мне хочется у вас спросить. Почему, если вы работаете с психотерапевтом, да? Почему вы не решаете с ним эту проблему? Почему вы не задали ему этот вопрос? В рамках психотерапии он мог бы с вами поработать. Либо ваш психотерапевт не вызывает у вас доверие. Либо есть еще какие-то проблемы. Но эти проблемы, так или иначе, нужно разобрать. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.